Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Про цветок». Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владею личного подсобного хозяйства. На дворе поздняя осень и дачный сезон подходят к концу. А значит, нужно успеть провести обрезку в саду, обрезать плодовые деревья и ягодные кустарники. И сегодня я расскажу, как правильно обрезать жимолость. Перед обрезкой нужно внимательно осмотреть куст, убрать всю старую мульчу и листья, которые есть под кустом. Ведь данные материалы могут служить источником распространения заболеваний. На них могут зимовать различные патогены и вредители. Поэтому такие материалы обязательно удаляем и выносим за пределы участка, а лучше сжигаем. Далее осматриваем сам куст. Нужно удалить все засохшие ветки. Ветки, покрытые лишайниками. Ведь это уже старые ветки, которые плохо плодоносят и дают скудный урожай. Далее будем удалять все мелкие и загущающие ветки. Они лишь отнимают питание у куста. Для обрезки используем обычный секатор либо кусторез. Если на кусте старые крупные толстые ветки, то можно использовать и обычную садовую пилку. Следующий этап – это удаление прикорневой поросли. Нужно удалить все самые тонкие, слабые и загущающие побеги. Побеги, которые растут вертикально. Без таких побегов хорошего урожая не ждите. Чтобы куст хорошо развивался, нужно оставить молодые побеги, но только самые сильные, которые излишне не загущают крону куста. Также следует удалять побеги, которые пересекаются. И кора побегов трется друг от друга. В итоге возникают травмы, повреждения. А вот эти травмы и повреждения – это открытые ворота для инфекций. Могут попадать различные патогенные организмы, споры грибков, и растения будут болеть. А значит, потребуется дополнительной обработки. Поэтому такие побеги с ранами, которые пересекаются, переплетаются, обязательно удаляем. Также не забываем, что жимолость дает основной урожай на годовом приросте. Это вот такие вот длинные молодые побеги. Такие побеги ни в коем случае нельзя трогать, укорачивать. Ведь при обрезке, например, даже на одну треть такого побега мы снижаем, соответственно, урожайность. Принцип обрезки жимолости похож на принцип обрезки смородины либо крыжовника. Главное то, чтобы крона куста после обрезки хорошо проветривалась и освещалась солнцем. Тогда и ягода будет сладкой и крупной. Если не обрезать куст жимолости, то крона излишне загущается. В итоге плохое проветривание и появляются различные грибковые заболевания. А также в кусте цветы плохо опыляются, а значит и ягод у вас будет меньше. После обрезки у вас должен получиться кустик с равномерно распределенными ветвями различного возраста. Количество ветвей должно быть не больше 12-15, а можно даже и поменьше. Только в этом случае у вас будет расти крупная ягода. Ягода будет хорошо возревать, а кустик хорошо освещаться солнцем. После обрезки, конечно же, не забывайте о профилактической обработке от болезней. В осенний период, когда на улице уже холодно, куст жимолости можно обработать бордоской жидкостью. Трехпроцентным раствором 300 грамм извести и 300 грамм медного купороса. О бордоской жидкости, как ее приготовить, я уже рассказывал в наших роликах. Если кто не знает, можете посмотреть, либо почитать в интернете, как правильно приготовить раствор. Данным раствором можно работать даже при температуре плюс 3-5 градусов тепла. Главное, чтобы на улице была сухая и безветренная погода. После обработки нужно не забыть подкормить кустик и утеплить корневую систему. Так как мы убрали старую мульчу, то корни могут и подмерзнуть. Поэтому для подкормки и для утепления корней в осенний период вносим под куст жимолости перепревший навоз, либо компост. Вот на такой взрослый кустик понадобится примерно 2-3 ведра перепревшего компоста, либо навоза. Он утеплит корни, а также послужит хорошим питанием в следующем сезоне. И тогда кустик будет хорошо развиваться, будет иметь собственный хороший иммунитет, устойчивость к различным заболеваниям и будет давать отличный урожай. Не забудьте осенью обрезать и подкормить жимолость. И в следующем году она порадует вас урожаем уже в конце мая, либо начале июня. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»